Современному жителю Самарской области еще только предстоит оценить масштабы сегодняшних преобразований, а вот будущие поколения многое уже будут воспринимать как должное. То, что в регионе не делали предыдущие 20 лет, оказалось возможным сделать всего за 5 лет. Большинство этих проектов реализуются по инициативе губернатора. Люди оценили государственный подход к решению проблем. На выборах в сентябре 2014 года при рекордной явке Николая Меркушкина поддержали более 90% избирателей. С прибытием Николая Меркушкина, естественно, все дела пошли в том русле, который необходим для нашей области. Итог, результат, мне кажется, очевиден. Это выборы его, общенародные выборы, где он был признан народным губернатором. Точкой отсчета новой истории Самары станет чемпионат мира по футболу. То, что игры пройдут на высшем уровне, сегодня никто не сомневается. У России есть большой опыт проведения спортивных праздников международного масштаба. На протяжении десятилетий наша страна принимает соревнования самого высокого уровня, и ни разу ни одна спортивная федерация мира не высказала претензий к качеству организации. Международный футбольный турнир 2018 года будет еще более масштабным и зрелищным. По числу гостей и общей зрительской аудитории чемпионат мира превосходит даже Олимпиаду. Самарский проект стадиона для проведения Игры Мундиаля признан самым оригинальным из всех в городах участников. И самым статусным. Самара-арена – единственный старт строительства которого дал президент России Владимир Путин. Совсем недавно Россия осуществила масштабный, крупный, может быть, самый крупный в нашей новейшей истории проект Олимпийские игры в Сочи. Мы сделали это с вами очень достойно, провели на самом высоком уровне, да и спортивный результат оказался ожидаемым. Сегодня так уже можно сказать. И теперь мы приступаем к осуществлению другого, не менее масштабного проекта подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Это был первый визит главы государства в Самару. Он состоялся по приглашению губернатора. В Самаре Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию региона. Министрам были даны конкретные поручения. Сегодня уже время подводить итоги. Более пяти лет Николай Меркушкин возглавляет Самарскую область. И три года прошло со дня всенародных выборов. За это время в губернии открыто более 60 современных производств. Регион стал центром притяжения крупных банков и международных корпораций, которые открывают в Самаре свои ключевые подразделения. Я считаю, Николай Иванович Меркушкин уловил правильный тренд, такой децентрализации из Москвы, о чем сейчас много говорится. Москва перезаполнена. Рекордные показатели в сельском хозяйстве, строительстве жилья и дорог. Самарская область снова стала ведущим научным центром страны. 1 сентября 2017 года первые ученики пришли в школу в Южном городе. Эксперты признали ее самой современной в России. Новые школы в Самарской области не строили больше 20 лет. А теперь всего за два года открыто три учебных заведения. Мы открываем сегодня школу, которая руководством Министерства образования России названа сегодня лучшей школой страны, школой будущего. И мы сегодня вместе с вами на этом историческом событии. За эти годы построено полтора десятка ледовых дворцов, 28 физкультурно-оздравительных комплексов, 400 универсальных спортивных площадок. Вообще один из основных принципов руководства губернатора Николая Меркушкина, чтобы как можно больше жителей были вовлечены в управление городом и регионом. Такова основная идея, проведенная в Самаре, реформа местного самоуправления. Сформировано 355 общественных советов. В каждом микрорайоне назначены управляющие. В общей сложности глава региона провел больше тысячи встреч с жителями во всех городах и районах области. Я внимательно наблюдал за присутствующими в зале и убедился, что вы воспринимаетесь как настоящий народный губернатор Самарской области. Сегодня Самарская область вполне заслуженно претендует на мировое признание. Областному центру присвоено звание «Город трудовой и боевой славы». Инициативу ветеранов поддержал президент страны. В регионе учреждены звания, заслуженные и народные практически в каждой профессии. Но эксперты считают, что нынешний этап – это только начало возрождения былой славы опорного края страны. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин